всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня видео будет о том что мы переезжаем опять как вы видите уже у нас тут подготовка идет полным ходом и хотела вам немножко рассказать и показать о доме где мы жили в этот раз мы переезжаем из вайоминга во флориду вот это у нас была одна спальня там другая такой вот небольшой дом один туалет здесь с ванной один внизу это вот где мы жили тут storage я обычно не делаю обзоры квартир наших и все такое ну вот решила сделать показать нам точнее вам есть беспорядок дверь у нас вообще стеклянная была честно вот не было стрёмно 1 оставаться дома без мужа я вот сделал уже такой прогресс то есть вот эти все коробки так далее все это мы упаковываем сыном потому что муж уже во флориде и там пытается сделать сказать жилье нам найти другое и соответственно он уже там работает вот ну а я на конец октября заказала юхол это четыре контейнеров которые мне придется это все загрузить тут у нас тоже один storage а здесь у нас кухня как вы видите кухня очень-очень маленькая что вы там делаете захар видите играть в зал на кухне это старый дом здесь не было ни микроволновки не посудомойки ну и соответственно не было стола то есть место куда его поставить стол то у нас есть у нас он был большой то есть ну вот в шаене вайоминге вот такие дома старые очень и этот дом примерно арену я не помню точно сколько здесь square feet он как бы не совсем маленький но просто очень-очень неудобный это выход на backyard то есть обычно во всех домах есть всегда выход на backyard тут у нас тоже куча всякого барахла уже холодает и завтра передают снег с дождем это полный мрак я не люблю зиму ну что поделать сейчас проведу вас вниз это называется по-американский basement включаем свет и идем по-немецки называется келл и английский бейсмен что находится как правило в бейсменти это лаунджи рум то есть лаунджи рум это там где стиралка сушилка всякие трубы короче всякая херотень обычно это столик у нас гаража нет ну эти стиралки и сушилки мы покупали сами мы их перевозили из монтаны и ну как бы оставлять их явно здесь не хочется поэтому нам придется их опять тащить собой во флориду вот такой у нас беспорядок и тут у нас по идее на в этом бейсменти еще две спальни то есть вот это это и как бы подразумевается еще один зал то есть вот это у нас получается самая большая комната была здесь у мужа был офис и ну и у нас был здесь телевизор и другой диван потому что мы очень часто любили здесь смотреть фильмы вместе и диван у нас был очень большой такой полукругом было очень удобно здесь у нас был камин встроенный в тиви стенд то есть было классно удобно и вот у нас спальня здесь была здесь я уже все про пылесосила почистила и шкаф что могу сказать то есть получается этот дом фа бедрум вам и на а у вас румагес то есть четыре комнаты да у них считается по спальням в америке еще раз напоминаю тем кто не знает или не помнит и то есть у нас как бы одна полноценная ванна а здесь у нас была душевая вот так сделали эту душевую очень неудобно но как бы лучше чем ничего поэтому у нас муж как бы жил здесь внизу потому что у нас абсолютно разные графики у нас ребенок и я с детьми наверху это тоже мой прогресс запакование упакование и в общем то вот это была еще одна спальня самая плохая соответственно она недоделанная тут они не сделали хозяева двери они есть там внутри но но их нет и мы просто использовали эту комнату как хранение всякого всякой всячины всякого барахла и мы даже некоторые коробки не да можно и мы даже некоторые коробки не совсем распаковывали то есть мне было легче их собрать потому что они были наполовину уже полная просто их там пересортировала и все они конечно все очень тяжелые но я могу собой гордиться и сказать о том что я очень сильная женщина и делаю это все сама с двумя детьми а мои друзья придут мне только помогать уже потом в конце то есть вот такой дом снять нам стоило 1400 1450 в месяц то есть это самый самый дешевый дом который у нас был вообще за все время в америке и значит ну плюс там вы платите за коммуналку еще там интернет 118 долларов в месяц по моему мусор мы за мусор ничью за воду не платим и за свет мы платили свет по-разному всегда зависит от того как вы его соответственно расходуете этот свет вот сам размер дома я не помню по моему или 1700 square feet или чуть меньше то есть но он не такой уж маленький да как бы в принципе тут для всех было место чему я была очень рада единственное неудобно было то что наверху маленький зал совсем и как вы видите в америке очень часто нету никаких там прихожих коридоров как у нас в россии на украине просто заходишь и тупо сразу зал вот а еще иногда бывает заходишь тупо кухня то есть такое тоже бывает и я к этому не могу привыкнуть меня это жутко раздражает потому что как бы ну все-таки мы привыкли к тому что когда ты приходишь в дом у тебя должна быть какая-то прихожая как-то вот чтобы там можно было обувь оставить вещи да там снять допустим куртки там или что-то то есть очень очень крайне редко есть какая-то стена или какая-то хотя бы там перегородка чтобы да вот там ну допустим чтобы можно было как-то это отдельно отдельно как-то можно было это сделать и было бы как-то удобно как прихожая но чаще всего я же говорю этого нет в америке просят обычно контракт на год это первый-второй депозит иногда и третий первый месяц последний он уже начинает вставать вот с этим товарищем крайне сложно собираться но я как-то умудряюсь это все делать там что-то утром что-то вечером пока он спит и вот мы хотим осуществить снова свою мечту переехать обратно во флориду в этот раз уже не в майами а в тампу там по ее там по бей как бы попробовать попытать счастье там поэтому это моя последняя осень на западе на диком западе чему я очень рада это дает мне подпитку силы собираться и думать господи скоро я буду уже греться под пальмами конечно проблема в том как найти жилье там в тампе но мы стараемся он научился уже вставать и у нас четыре зуба есть да вот такие вот дела расскажу вам я чуть позже еще о нашем плане переезда ельдом